Всем привет, меня зовут Даша Кей, и сегодня я буду проходить Glow Up Challenge. Я хочу подготовиться к отпуску, поухаживать за волосами и ногтями, чтобы чувствовать себя увереннее. За волосами я решила поухаживать самостоятельно. Я начну свое преображение с того, что сделаю питательную маску для волос. Это термопакет, пропитанный внутри действующим бальзамом маской, в который нужно просто засунуть мокрые волосы, и там они уже будут работать. Хорошо массирую кончики волос, чтобы они тщательно пропитались и запечатались. После чего я отрываю одноразовый скотч и приклеиваю к пакету. Так жду 15 минут. После чего споласкиваю волосы прохладной водой. После сушки феном волосы стали более мягкие и рассыпчатые. Мой первый этап завершен, идем дальше. Как можно быстро обновить маникюр, не делая его в салоне? В салоне я делаю маникюр раз в месяц или раз в полтора месяца, поэтому освежить его дома будет очень хорошей идеей. Я использую карандаш для замедления и размягчения кутикулы, отодвигая ее назад и пропитываю всю область ногтя, где есть кожа. Как говорит производитель, кутикула должна замедлить свой рост, но я не думаю, что такое вообще возможно, но пальчики выглядят намного красивее. Я опять пошла в салоны красоты. Брови и ресницы. Я считаю, что это такой комплекс, который делает каждая девушка перед отпуском. И я в том числе. Я еду в салон для того, чтобы сделать себе долговременную укладку на бровях и ресницах. Так вот выглядит этот салон. В первую очередь я обращаю внимание на рабочее место мастера. Оно должно быть чистое, ухоженное. Тут мы видим, что пинцет обработан в духовом шкафу для стерилизации. Это не может не радовать, поэтому спокойно закрываем глаза и начинаем процедуру. Мне очистили кожу и наклеили патчи. Затем я показала тот изгиб ресниц, который хочу, и для меня подобрали нужный валик. После чего ресницы приклеили к этому валику. А дальше нанесение состава, который разрушает структуру волоса. Мне его нанесли на брови и ресницы. Я попросила держать минимальное количество на бровях, потому что мои брови, как пушок, они очень быстро сгорают от этого состава. Этот состав можно сравнить с химической завивкой для волос. По истечению времени, которое засекал мастер, мне снимают сухой ватной палочкой этот состав с ресниц и с бровей. Дальше наносят состав, который фиксирует волосы в таком положении. По моей просьбе мне сделали очень легкую фиксацию бровей. Состав с них уже сняли, дальше будет окрашивание. С ресниц также снимают второй состав и наносят черную краску. Нормально окрасить ресницы самой себе у меня не получается, поэтому эта процедура абсолютно мастхэв. Мне аккуратно поддевают и снимают валик, который был приклеен на веко. Протирают реснички специальным составом. Расчесывают. И готово. Идем красить брови. Меня посадили для того, чтобы сделать архитектуру бровей более правильной. Сказали, что лежа не смогут накрасить. Для меня это было даже удобнее. Я смогла поставить штатив и более четко записать то, как работает мастер. Заметила приятную тенденцию, что сейчас, когда я снимаю в салонах, никто не пугается. Конечно, они стараются работать чуть лучше. Но если человек не умеет что-то делать, то он и не покажет никакой результат. Поэтому разница не сильно большая. Но приятно, что никто не устраивает скандалы из-за того, что я снимаю. Мне уже сделали форму бровей и покрасили их внутри. И сейчас переходят к эпиляции воском. Я этого очень боюсь. Мне всегда кажется, что у меня пол брови отклеят. Особенно, если мастер еще до этого не работал с моими бровями. Мне сделали достаточно высокие брови, которые я себе не делаю. Но я попросила сделать себе корейские прямые брови, чтобы они лежали на одной прямой. Когда я была в салоне, я еще не поняла результата. Но потом я зашла в туалет и посмотрела на себя. И мне очень понравилось. Получился такой красивый лифтинг-эффект. Я осталась довольна. На следующий день брови выглядели еще более пушистыми. И распушились реснички. Но краска у меня смывается быстро. Поэтому я думаю, это ненадолго. И вот первый день моего отпуска. Я сижу в аэропорту. Последние дни я много времени провожу за компьютером. Спазмируются мышцы шеи. Появляются отеки на лице. Я хочу, чтобы кто-нибудь сделал мне массаж. Поэтому я записалась на массаж камнем гуаша. Не теряясь время на поиск салонов, мне помогло приложение Fitmost. Через раздел красота я выбрала подходящую процедуру и место, куда пойду. Fitmost это единый абонемент для заботы о себе. Я по нему нашла все салоны для ролика, записалась и даже не пришлось никому звонить. Кроме салонов красоты по Fitmost можно сходить в студии для йоги, фитнеса, бассейны и даже места для творчества. Вот так вот с абонементом Fitmost можно запланировать свою рутину или устроить бьюти челлендж 24 часа, как устроила себе я. А чтобы было легче начать меняться, мой промокод K15 дает скидку 15% на первые 3 месяца подписки Fitmost. Скачивайте приложение по QR-коду на экране или ссылка будет в описании. Погнали в салон! Когда я пришла в этот салон, мне показалось, что я попала в барби домик. Все розовое и мультяшное, мне такое нравится, но массаж мы будем оценивать отдельно. Везде цветы и вкусно пахнет. Первым делом меня отправили переодеваться. Нужно было надеть банное полотенце на липучке вместо верха. После этого начинается процедура массажа. Меня поднимает на этом кресле наверх, убирают мои волосы повязкой на липучке. Таким образом, волосы не будут мешать во время процедуры. Первым этапом, конечно же, очищение. Я пришла с улицы, лицо у меня грязное. Она использует пенку. Пенку она наносит на лицо, хорошо втирает в области Т-зоны и также спускается на ключица. Убирают все влажным одноразовым полотенцем. Это хорошо для людей, у которых быстро раздражается кожа. Также протирает лицо тоником. Он нейтрализует pH кожи и подготавливает к дальнейшему нанесению средств. Переходим к части массажа. Мне его делали на креме, это точно было не масло, но крем не застывал и был скользким на протяжении всего массажа. Сначала мне разминали шею, это очень приятно. Я максимально расслабилась и кайфовала. Дальше был массаж лица руками. Он длится минут 10-15 из всего сеанса массажа. Прорабатывают брови. Тем самым убирая зажимы и застои воды. Проходится несколько раз по одному и тому же месту. Разминает мышцы губ. Обычно эта круговая мышца рта всегда зажата. И переходит к камню гаоша. Им хорошо получается разогнать кровоток и нажать на нужные точки для расслабления. У меня есть такой камень, но им работать я так и не научилась, к сожалению. Надеюсь, после просмотра этого видео я запомню нужные движения и начну им делать массаж чаще. Кожа приятно порозовела. Теперь все смываем. После массажа снова процедура очищения, в которую входит умывание пенкой. И точно так же мне стирают все одноразовыми влажными полотенцами. А теперь, как приятный бонус, мне тонизируют кожу. Наносят бальзам на губы. Даже крем на веки. И завершающим этапом для лица увлажняющий крем. Вдобавок идет небольшой массаж рук с нанесением крема. Ну, я почувствовала себя полной богиней, багирой. Особенно это чудо-кресло, которое потом самостоятельно поднимается. Я осталась довольна. Желательно массаж для лица делать курсом, чтобы был хороший стабильный эффект. Для того, чтобы не бояться надеть короткие юбочки в Корее, я хочу сделать моментальный загар. Я первый раз пришла на такого рода процедуру и не очень знала, как она проходит. Какое удивление у меня было, когда мне сказали раздеваться. Перед нанесением загара меня будут скрабить. Скрабировали тело мне солевым скрабом. Делать это нужно для того, чтобы загар лег ровнее. Как я поняла, они используют скраб из обычной соли и воды, для того, чтобы не осталось лишних жирных пятен и чтобы загар лег ровнее. Что из этого более странно, что меня скрабирует другой человек или то, что я снимаю это на камеру? После первого этапа я смываю всю соль с себя. Вытираюсь полотенцем, надеваю удобные тапочки и халат. И приступаю к следующему этапу. Наношу крем на ступни, локти и колени. Это самые проблемные места в нанесении автозагара. Нужно увлажнить все эти области. И дальше уже переходят к аэрографии. На меня будут наносить увлажняющий лосьон с помощью распылителя под давлением. Я наступаю ногами на такие вот липучие тапочки. И нужно немножко потерпеть холодного воздуха. После этого сразу же на меня наносят несколько слоев автозагара. Есть несколько поз, в которых нужно стоять, когда тебе наносят автозагар. И они все очень смешные. После этого я немного сохну и мне наносят пудру, чтобы не было липкости. И я смогла комфортно проходить до похода в душ. Пудра мерцающая. Она смотрится как хайлайтер на всем теле. Еще у нее приятный аромат, который перебивает запах автозагара. После пудры я могу собираться домой, снимая липкие тапочки. Из интересного мне сказали, что именно у них можно надевать сразу же хоть белую одежду. А я как раз пришла в белую джинс. И на одежде следов не будет оставаться. Я такое вижу в первый раз. На утро я была уже смуглая. Это легкий эффект по сравнению с тем, что я делаю дома. Как раз то, что надо для моей поездки в Корею. Ни загар вообще не ратуют, но я буду ходить с ним. Мне нравится. Такой челлендж можно использовать для того, чтобы просто почувствовать себе энергию и вдохновиться. Если мои волосы высыхают естественным путем, то они кудрявятся и пористые. Поэтому, чтобы волосы выглядели идеально, сделаем укладку. Я использую пенку на корни волос и распределяю чуть-чуть их по длине, потому что это единственное средство для фиксации, которое я использую. Обильно наношу пенку на волосы. И дальше беру любимые брашинги, разделяю волосы и начинаю поднимать их от корней, протягивая по всей длине. Кончики обрабатываю расческой вовнутрь. Этот слой готов, перехожу к следующему. Начинаю с челки, потому что она быстро высыхает и очень быстро может прийти в негодность, так что придется снова перемывать. У меня сейчас многослойная стрижка, поэтому я просто добиваюсь максимального объема и подкручиваю все слои, а челку у лица подкручиваю от себя. Чтобы добиться большего объема, я переворачиваю голову вниз головой и сушу ее вверх ногами. Вы понимаете, объем моя конечная цель из-за моих тонких волос. И слоистая стрижка любит воздушность. Я использую прикорневое гофре, так и волосы дольше не будут жирниться. А пряди возле лица я выглаживаю уже стайлером крупного диаметра, чтобы это смотрелось еще более красиво. Я подхватываю этим стайлером волосы от лица, после чего перехожу на объем и изнутри подогреваю прядь. То же самое прокручиваю с другой стороны. Также подкручиваю кончики. Кончики я подкручиваю хаотично, чтобы это не выглядело как заготовленная укладка, а чтобы была какая-то натуральность и жизнь в волосах. Моя укладка готова. Для полного образа осталось подкорректировать цвет лица и добавить ему свежести. Конечно же, чтобы чувствовать себя более уверенно, я сделала макияж. Первым делом убираю синяки под глазами с помощью консилера. Он у меня немного желтоватого оттенка. Аккуратно наношу почти на все лицо. Консилер можно использовать вместо тона, но его нужно хорошо растянуть. Для этого я использую пушистую кисть и растягиваю консилер по всему лицу. Сыточка синтетическая, в нее ничего не впитается. Я просто потом помою ее с мылом, и она будет как новая. Это большой плюс синтетических кистей. Также она хорошо подходит для того, чтобы сильно не растягивать кожу. Добавляю консилер на веки и еще чуть-чуть под глаза. И перехожу к румянам. Той же кистью можно нанести румяна, после чего кистью нужно будет помыть. Эти румяна усиливают эффект загара. А так как у меня лицо немного отличается от шеи, я буду использовать бронзер, которым забронзирую себе периферию лица и кончик носа. Так смотрится намного лучше. Да, на бровях у меня долговременная укладка, но я все равно еще хочу немножко подчеркнуть брови. С укладкой намного легче делать себе макияж бровей и, естественно, красить ресницы. Но для меня это не полностью заменяет макияж. У меня такая эстетика. Возможно, кому-то этого будет достаточно. Но я люблю пожирнее, посочнее. Наношу бронзер на века и перехожу к нанесению туши. Так как реснички уже подкручены, я просто наношу тушь. Она идеально ложится. И красим губы. Почему бы я никогда не сделала татуаж губ? Потому что я люблю это дело. Мне нравится красить каждый раз по-разному себе губы. Иногда получается более натурально, иногда поярче. Мне нравится именно взаимодействие с губами, что я могу то растушевать, сделать их побольше, выйти за контурок. Единственное, о чем я задумываюсь, о том, чтобы сделать их побольше, чтобы не приходилось выходить за контурок. Но мне кажется, так это не работает. Тем временем, чтобы соединить макияж, я дублирую помаду на веки. Очень свежий получился макияж. Вот такой вот у меня конечный образ. Надеюсь, вы заметили результат, потому что брови и ресницы стали действительно более яркими. У меня появился красивый оттенок загара. Вот такой вот у меня glow-up челлендж получился. Надеюсь, вам понравилось это видео. А я готова к поездке. Буду пилить кружочки из Кореи в своем телеграм-канале. Ссылка будет в описании. А с вами была Даша Кей. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.